Всем привет! С вами Мария и моя Муся. Очень внимательные зрители вчера заметили мою мединилу и попросили рассказать, что это за цветок. Это не орхидея, это такой шикарный цветок. У меня был еще один этот же цветочек, но немножко другой вид. Она вот по-другому цвела. Вот такая вот огромная у нее гроздь цветов и это растение входит в сотню самых красивых цветов в мире. Ссылочку о том, как за ней ухаживать, я вставлю в правом верхнем углу и очень подробно я там рассказывала, как поливать ее зимой, летом, весной, осенью. В общем, об уходе. Все-все-все, что я знаю, я с вами делилась. Теперь у меня есть вот такая красавица. К сожалению, это у меня прожила несколько лет и погибла. Вот, но на праздник 14 февраля появилась у меня вот такая вот девочка. Вот такой вот подарочек у меня. Это мой бенглиб новый. Очень красивый цветочек. Вот они у меня стоят здесь и на карантине. И будут стоять довольно долго. Около месяца. Три недели точно. Вот. Так что красота. Посмотрите на эту красоточку. Вот мне подарили. Я так радовалась ей. Я вот люблю, что такое необычное. Хочется все любят что-то необычное. Всем хочется такой красоты, но уже с таким немножко изыском. Очень красивое растение. Очень красивые цветы. Бархатистого цвета получается у нее серединка. Такие чернильные пятна. Кляксочки как будто бы. Губа большая. Очень большая губочка такая. И похоже на птичку какую-то. Да. Вот смотрите. Клювик. Глазки. Крылышки. И хвостик. Чудесная. Два цветоноса. У нее много бутонов. Еще не раскрывшихся. Как-то она так распускается. Половину на меня смотрит. А половина будет в другую сторону цветочки смотреть. Так. Розитка у нее очень хорошая. Ну вот момент. Видите. Из середины роста растет. Наверное цветонос был. Вот. То есть она вверх развиваться не будет. Скорее всего будут детки у этой орхидеи. Корневая хорошая. Очень даже пересаживать я ее не буду. Сами понимаете почему. Об этом я рассказываю. И на канале моем довольно актуальная тема оказалась. Я несколько лет готовила эту информацию. И сейчас буду делиться с вами и дальше опытом. Отвечать на вопросы. Каким образом выращивать орхидеи. Не усложняя себе жизнь. Чтобы они только радовали нас. И задавали у меня вопросов. Было много. Я показывала свою собачку. Это Чухуаухуа. Юточка. Очень красивая девочка. Сейчас она дремлет так. Маленькая. Видите. Красивая. Красная. Нам 3 года. Спрашиваю. Сколько ей лет. Нам 3 годика. Очень ласковая. Милая девочка. Спи, спи. Я просто хотела тебя погладить. Буду тебя трогать. Вот такая вот. Принцесска. Вот такая маленькая. Видите. По сравнению с рукой. Головочка такая. Уши большие. У нас на самом деле. Вот такие. Ушастик. Вот такая милаха. Вот. Передаю всем питон. Сама. У кого есть. Большой привет. От Муси Юты. Оказывается у нас очень много с вами интересов. Помимо общих. Я имею ввиду. Помимо орхидеи. У кого-то есть собачки. У кого-то кошечки. Кто-то у нас рукодельницы. Кстати спрашивали о моем хобби. Вот. Помимо цветов. Моих животных. Я еще вышиваю. Сейчас вам покажу свои работы. Вот. Смотрите. Вышиваю я бисером. Это уже две законченные работы. Оформленные в рамочку. И под стеклом находятся. Люблю я. Любоваться. На то. Как искрится бисер. Сейчас вам попытаюсь показать. Вот такая вот красота. Конечно вживую. Оно очень красиво смотрится. Это Богородица. А это икона с изображением Христа. Тоже вот такая вот. Вот такая вот парочка. Это еще одна у меня работа есть. Вот такая. Отсвечивает немножко. Она более крупная. Это первая моя работа. Святая Анна. Мою доченьку зовут Анна. Вот я ей вышивала именную икону. Очень долго она у меня шла. Почти 3 года. Мне понадобилось, чтобы ее вышить. Пока я не взяла благословение. И потом она очень быстро у меня вышилась. То есть появилось и время, и настроение обшивать ее. Вот такая вот красота. Мерцает. Одеяние. И вот этот вот мир вокруг. Очень красиво. И добавилось в последнее время довольно много подписчиков, новых. Задают вопросы. И такое получается, как мини-знакомство, да? С вами очень рада единомышленникам. Оказывается, очень многие знают о том способе, который я рассказываю. То есть о том, что орхидеи способны жить в том субстрате, в котором они приходят к нам по несколько лет. И не сразу пересаживают. Конечно же, есть кто любит пересадки. Пересаживаю я тоже своим. Это по необходимости происходит. А вот посмотрите, мой слугойкидан начинает распускаться. Первый цветочек розовый. Огромный бутон. Смотрите, размер какой сейчас. Такой вот. Большой очень. Это вот розовый будет распускаться. И сегодня не хочется ни о чем таком вас учить. Просто поболтать хочется с вами. И поделиться еще одной просто наипрекраснейшей новостью жизни моих орхидеев, моей. Такая переломная полоса. То есть я на протяжении нескольких лет выращивала свои орхидеи без подсветки. Имею большой опыт в этом. Тоже буду с вами делиться. Потому что у многих нету либо возможностей, либо еще какие-то причины. И нету этих подсветок. Вот видите, у меня появилась лампа. Я вам ее показываю, потому что давно я о них думала и вообще рассуждала, нужны ли они мне, на сколько лет продлится мое увлечение. Но оно какое-то нескончаемое. И я поняла, что тоже хочу лампы. Вот одна лампа. И сейчас я вам покажу другую. Кстати, вот она висит несколько дней. Посмотрите. Видите вот эти вот новые росточки? Это с той стороны, где лампа. То есть она уже начала свою работу. А с этой стороны у нас нету новых росточков. Не попадает видно туда свет. Разница, да? Разница нескольких дней. То есть они очень даже работают в наши зимы, в наши короткие световые дни. Ну и сейчас вам покажу вторую свою лампу. Вот она. Сейчас я ее выключу, чтобы она не мешала. Пока она у меня вот так вот я ее положила, потому что мне не терпится ее прикрепить, чтобы свет попадал на мои растения. Но я хочу на свою лоджию, сейчас вам покажу, на потолок ее привесить вдоль. Но придумать не могу, каким образом. Вот если есть у кого-то какие-то мысли, лампа довольно длинная, больше метра, и у нее получается охват 4,5 метра площади. Я бы, конечно, хотела повесить ее наверх, на потолок, чтобы освещение падало на все вот эти вот цветы. Кстати, вот эти вот лампы, я уже про них рассказывала, обычные. Я обратила внимание, что даже они помогают цветам расти. Кстати, у меня кто-то спрашивал про дендрофаленопсисы и про дендробиумы. Есть они у меня, смотрели видео кто-то. Ну вот смотрите, дендрофаленопсисы, им нужен свет больше, чем фаленопсисам. Есть у меня такие растения, они теперь будут получать достаточно света. И когда нужно было процвести вот этой вот огромной бурби, ей у меня не хватило света такого солнечного. И я поставила ее напротив обычной лампы. И только после этого цветонос стал распускаться. А так сил не хватало для того, чтобы распустить свои цветы. То, что у них желтеют листья, это нормально. То есть они со временем отпадают, а остаются вот такие вот просто голые бульбочки. Псевдобульба отсвечивает свет. Вот сейчас на этой покажу. Видите, вот голая псевдобульба. Это старые псевдобульбы, они как батарейка для растения служат. Есть листопадные, есть которые вообще не скидывают листиков. И по поводу ухода за ними я оставлю вам ссылку. Я много наделала тоже с ними ошибок. Лучше учиться на чужих ошибках, мне кажется. И оставлю вам в правом верхнем углу. Посмотрите. Видите корешки? Видите, какой у нас шикарный новый росточек. В общем, сейчас еще покажу вам дендробиум и нобили. Вот тоже, смотрите. Листики желтые, не пугайтесь, они листопадят. Кто-то у меня тоже спрашивал. Это мой желтый дендрофаленопсис пересаженный. Сейчас я вам покажу, что он собрался делать. Вот почка, вот почка, вот почка. То есть он будет у меня цвести. На вот этой псевдобульбе он процвел всего в двух местах. Не успела я вам показать что-то. Вот здесь и вот здесь были цветочки. Сейчас он будет продолжать свистеть. Видите, вот здесь вот почка и вот там набирают он цветочные почки. И порадует меня цветением желтых цветов. И он ароматный. И также мой белый дендробиум. Тоже вон они почки цветочные у него. Тоже порадует. Хотя он и деток растет. Я вообще не ожидала от него. Собралась пересаживать. Видите, какие жирные детки на нем. Тоже оставлю, наверное, вам об уходе видео. Кому-то интересно. Тоже в правом верхнем углу посмотрите. Это вот тоже дететка будет цвести. Вот эта вот бульба, она детка. И вон какие у нас уже хорошие цветочные почки и корни тоже. Процветет и пересажу их. Вот эти вот две детки чудесные, с шикарными корнями. Вот так же хорошо пошел новый рост у моей котлеи. Тоже вставлю в видео, либо внизу под видео оставлю ссылку, либо в правом верхнем углу. Вообще не было корней у котлеи. Как я наращивала такой довольно подробный мини-фильм получился. Знаете, да, что такое плейлисты? Кстати, заглядывайте. Это очень удобно. В плейлистах распределена информация по группам, по видам орхидей. И об их уходе можете посмотреть. Для удобства вашего я создаю эти плейлисты. Если кому-то непонятно, вы напишите мне. Я вам расскажу, каким образом туда заходить. Также у нас есть вкладочка «Сообщество». Присоединяйтесь, обсуждайте что-то интересное. Мне кажется, когда люди находят друг друга по интересам, очень интересно общаться. Что-то я десять раз одно и то же слово сказала. Простите меня. Это так. Я получаю огромный доволен. В отношении с теми людьми, которые выращивают орхидеи, которые понимают мою любовь к ним. И сами любят цветы. И хотят, чтобы они цвели, радовали. Это же так интересно наблюдать за ними. Башмачок мой. Ну, еще северная сторона у меня есть окошко. Но там мини-орхидеечки стоят. Ничего там пока не цветет. Показывать нечего. Пока сегодня не буду показывать. Люблю, когда цветущие орхидеи в кадре. Когда есть чем полюбоваться. Например, вот этой Клеопатрой. Героиней нашей. С четырьмя детками. И которая около трех лет. Там плюс-минус находится у меня. То есть ей больше четырех лет. Где-то же она тоже росла. Вот она без пересадок, без ничего. Так шикарно цветет. Даже вот не шикарно. Летом было шикарное цветение. Вот там было, да. Вот там было цветение. Опять я много с вами поболтала. Большое спасибо всем за внимание, за ваши лайки, за ваши приятные-приятные слова, за ваш интерес. За то, что вы со мной на одной волне. Вот, задавайте вопросы. Я очень рада рассказывать вам обо всем. Делиться своим опытом. Очень мне хочется, чтобы у вас все цвело. Потому что много сообщений у меня так не цветут. А у меня у вас пока так не цветут. Девочки, мальчики. Вот, у кого-то цветут лучше, чем у меня. Конечно, в основном эти видео будут для новичков. И, конечно же, для тех, кто со мной давно. Всех люблю. Еще раз вас с праздником. Любви, всех благ. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok